Джамал Отман Программа, я думаю, понравится Очень неплохой фигурист Программа, я думаю, понравится Программа, я думаю, понравится Программа, я думаю, понравится Второй флип, неплохо, неплохо, неплохо Пока неплохо исполняет Ну да, на фоне На фоне первых ошибок На фоне первых ошибок, да Вот, да, вот вращение в заклоне В общем, довольно-таки редкий элемент В мужском одиночном катании Ну вот, Джамал Отман Использует его в своей программе Очень хорошее положение Во вращении, посмотрите, какое вращение Элегантное, красивое вращение Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот, был неудачный прыжок И тут же каскада с трех прыжков В 3-2-2 Собрался, молодец! Еще один тройной Сальков Это подтверждает, конечно, его боевой характер Подтверждает его желание прокататься хорошо И сделать все, что намечено по плану В его программе АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Из-за травмы ноги у него не получается тройной тулу, поэтому мы видели, что даже в каскадах он вторым прыжком при хорошем выезде с первого выполнял только двойной тулуп, и то это сделал он один раз, по-моему, за программу. Да, много ошибок было у Джамаля Отмана, очень много ошибок были такие и, как сказать, музыкальные провалы в программе, но вот все-таки в медленной части он постарался показать все свое мастерство, в хореографии, он обладает действительно неплохой хореографией, но вот эта вот травма ноги, я думаю, тоже в полной мере не позволила ему выразить в своей проведенной программе свои хореографические качества. Ну, вообще, после такого проката, знаете, очень хочется поднять тему, Александр, какой рост нужен для фигуриста, какой рост оптимальный фигуриста, потому что, смотрите, 186 сантиметров, и, естественно, центр тяжести находится высоко, и, конечно, есть проблемы во время прыжков, ему тяжелее, чем многим другим невысоким. Ну, знаете, Андрей, вот я возвращаюсь, извините, я так немножко вас прервал, потому что у меня появилась мысль, вот возьмите прыжки в высоту, ведь там нет маленьких спортсменов, которые прыгают в высоту через планку. Есть. Маленькие есть. Я просто не обращал внимания. Есть знаменитый шведский прыгун в высоту, который очень невысокого роста, но зато феноменальная прыгучесть и феноменальная работа, вот мышечная работа. Вот я вас вывел как раз на то, что вы сказали. Есть феноменальные качества, есть феноменальные способности. Да, действительно, небольшой рост, он влияет на... Дает преимущество. Да, дает преимущество. Но, если мы с вами говорим о правильном обучении, правильном обучении с детства, правильном понятии механики движения, если тренер видит, что ребенок у него, ну, высокий рост, значит, нужно и ставить программу, и тренировать его, это специальная техника. Я вот на примере Робина Кази, сам скажу, да, вот Робин Кази, предположим, у него рост где-то под метр восемьдесят пять, но он прыгал замечательно, прыгал замечательно, причем это ему давало преимущество и просто в катании, просто катании в шагах, дуги. Нет, я с вами согласен. То есть, с одной стороны, у маленького фигуриста, у невысокого фигуриста, преимущество при исполнении прыжков, да, которые сейчас наиболее дороги, а у высокого зато преимущество в амплитуде движения, в вращении, в давлении. Да, да, то есть, по идее, он должен тогда выигрывать за счет компонентов. Ну, еще вы знаете, вы знаете, в чем преимущество фигуриста большого роста легче исправить прыжок все-таки в воздухе, потому что в координации движений фигуристу с высоким ростом это сложнее сделать. Я думаю, что если вот пример какой-то будет, вот... Нет, ну сейчас, к сожалению, не выступает Штефан Линдеман, да, который спасал прыжки из таких положений. Я и хотел...